итак самая главная особенность груш заключается в том заметьте нигде никогда не читал догадался за счет того что у груш очень длинный стержневой корень который как бы работает как буровая установка и довольно компактная нельзя даже назвать пирамидальная крона пирамиды бывают и такие и такие вот поэтому вот сам принцип он изложен под на этой фотографии вот и самое главное что могли бы заметить мнение фотографий особенность сухая почва под ней во время дождя вот эта особенность груш заключается в том причина этого миллионнолетняя жизнь в засушливых местах со совершенно слабым дождем вот и попадание в более сырые места приводит то есть это уже привычка в сухие места приводит к гниению штамба и очень быстрому и сильному каждый раз когда кто-то начитавшись я считаю это дебильная статьи что 6-8 видов веток надо отрезать повторять не буду тема другая вот оголяется получается порехи в крыше кроне и вода стекает по штамбу и гноит штамп вот этого не знает никто из тех самых авторов которые учат прорежать крону не зная этого они почему не знают потому что эта особенность именно груш листья предназначен для того чтобы по штамбу ни капли не попадала вот именно вот эта фотография тоже войдет в учебники пойдем дальше это просто фотография говорит вот о чем значит не каждая почка является ростовой что такое ростовая почка потом дойдем сегодня или в другом раз я вам покажу прекрасные однолетние полутораметровые саженцы груши привиты у земли ровненькие как надо а есть особые почки они называются плодовые но у них сохраняется возможность к росту то есть они делают так при особенных условиях они могут расти просто дать плод вот как здесь просто дать плод видите его вот есть особенность тут же они могут продолжать рост может быть уже сдержанный рост и получается особое дерево что такое первый ранний плод быстренько дать потомство что-то здесь не то часть веток или почек переводится на плодоношение вот и получается вот такая картина теперь почему в нем нет то что я говорю вот такие ровненькие прекрасные не получается по одной причине любая боковая ветка является боковой и почки на ней находятся на боковой ветке мы берем ее отрезаем эту боковую ветку которая смотрит далеко куда-то в сторону отрезаем прирост последнего года и с этой почки пробуем делать вертикально прекрасное дерево иногда получается чаще нет а чаще всего то что вы видите плюс некомфортное существование и мы имеем вот такое дерево как к нему относиться продать не продашь такие я оставляю сам себе почему не продашь не поймут все это зомствование что я сейчас произнес опять полозношение в питомнике вот и что интересно дойдем не дойдем предпоследний год был такой сырой с утра до осени шли дожди сыро холодно сыро холодно солнечные дни были единичные вот и у меня к осени на яблонях на грушах появилась парша впервые за это был 34-35 год впервые у меня появилась парша раньше только по учебникам почему не до этого не было ну сухой край само собой и плюс еще к тому же минимально вмешательство дерева чтобы появилась парша достаточно взять его отрезать как положено у большинства авторов отрезать ветки растущие вниз дальше на кольцо которые растут вверх которые растут что удивительно и нижний штаб ему сделать отрезать отрезом много веток вот так вот по штамму вот ну и дерево естественно калека естественно на него набрасывается тля и тля кстати тля тоже и тля и парша и все вот а у меня получилось так что когда это случилось в питомнике росло на продажу сарту 15 и была четкая картина какие для сырых мест а какие для сухих лесная красавица не скрываю мне всегда а я бикивен я никогда не будет покупать у меня у меня такой вот лесная красавица хуже всех выдержала покрылась так паршой я как помню вот но это была единственная такая у меня такое лето а так для сырых мест уже я знаю ленинградской области делать нечего псковской в новгородской делать нечего вот при море там на украине есть клиенты при черноморье делать нечего в сочи делать нечего вот такая картина это просто пример так сказать навеяло то что увидел опять эту грушу не купили и третий год спрос не сказать что большой хотя груша самые сладкие в россии в мире вот еще один пример вот так остаются они проданы а потом это ну иногда потом покупают вот любят жители вот эти хотя я не такой настолько опасно вы поверите что вот эта вот груша растет пятилитровым горшочком не то не все так значит здесь смотрите сюда вот этим деревом уже 30 лет так это нарядная фима один из мировых лидеров считается победитель конкурса и прочее прочее ну и как вы уже видите она уже на исходе это называется я это пенсии называю еще плодоносит еще дает по 5-7 ведер вот пример чему этот пример значит привожу впереди страшная невероятно страшная обрезка буду отрезать всю верхнюю половину кроме вот это просто по ходу я рассказываю как дело есть вот он сварок видели вот так он выглядит хвастаться не хвастались я даже говорю ну хорошо есть у меня семена сварок что с ними делать да на нем потом любой культурный привете морозостойкость такая что у меня за 30 лет ни одна веточка она привитая на уссурику и плюс она сам сварок и у нее в роду уссурика вот от добра добра нищем где-то на северах и такой был бы рад и едят их хоть и морщится но подвой великолепно почему так пойдем дальше вот это вот так называемая гепатогенная зона я когда купил участок еще за миллион рублей у нас же это земля нет сибири вот как как-нибудь другой раз может быть когда-нибудь покажу вам как этот участок от пятнадцатого года от этого двадцатому году превратился в два три человеческих роста вот и в обильном положении но это другой раз вот я не стал на вас обрушивать сразу а помаленчика лучше так значит на этом участке у меня заболели две груши и я это отдельная тема я разбрасываюсь но иначе не могу отдельная тема я биолокатальщик многие считают что опытный я уже несколько фильмов снял вот я рамками владею и сразу скажу и у меня есть фильм про это я именно здесь где апатогенная зона вот и вот получается вот такая учебная картинка когда вы видите такое дерево для меня проще я померил а потом уже ищу другую причину но у меня посажены холмы у меня все сухо у меня все великолепно и вдруг вот эта геопатогенная зона выясняется является главной причиной это для меня а теперь возьмем обывателя вот простого советского обывателя он подходит к ней а потом нет не так он пишет а это было может они сами эти как их называть редакции тогда они были в основном книжные редакции журналов и газет как в каждой сотни раз повторялось одно и то же у меня груша у меня значит почернели листья и тогда дорогая редакция что мне делать ну мне надо сказать что редакции сами сочиняли уже эти все почему дальше следовал ответ десяток наименований удобрений и ядохимикатов так и все это бедная груша должна была испытать на себе буквально вынести после этого она умирает окончательно если это правда чтоб кто-то дорогая редакция написал вот я в таких случаях говорю увидев такую картину у меня первый вопрос обрезали лишние ветки уже понятно это могло привести к такому состоянию или или хотя бы к ухудшению качества то есть жизни к ухудшению жизни этой груши второй момент утверждаю 90 процентов а груша подчеркиваю не может не выносит засуху не выносит увлажнение и второй момент груша как посажено если стандартную ямку то раз или даже не в ямку ровное место но заглублением корневой шейки самая опасная это вещь такая для груши даже настолько приводит к тому что корневая шейка гниет а вы выводы там наверху я уже раза три не выдерживал рассказывал в фильмах в статьях приводил вот этот анекдот про бабушку которая пришла в доктор он старый может кто-то и не слышал когда она приходит к доктору на прием доктор не поворачивая головы что-то пишет раздевайтесь бабушка полностью разделась полностью повелась ему спиной на глаз он увидел такую картину говорит что это вы делаете да у меня зубы болят так а почему вы такую позу приняли ну я понимаю так что корни зубов там вот примерно вот такой же уровень как у той бабушки сейчас у современного садоводства то есть не имея ни малейшего представления о том что по моим статистике а я был во многих садах Константинович выручает вот я каждый раз раскапывал понимаете что вот или там же находил гнижую шейку потому что вот так посадка и каждый раз а у нас особо она касается и вашего региона тоже мы с вами практически сибиряки я и вы скажите что у вас я сейчас отключу компьютер сразу вот и получается такая картина везде и всюду не каждый год замерзает земля потом ложится снег или выпал снег потом растаял потом замерзла земля но все равно замерзла в вашем регионе не может быть как допустим бывают случаи в Новосибирской области вот человек въедливый который мне верит не верит в январе месяце раскопал метровый снег это мои примеры потому что я не сам по себе это результат взаимосвязи вот лужа стоит посадил не поверил мне мои засаженцы посадил я по моему поводу наверное смерть вот вот когда я возмутился вот он взял и в январе раскопал метровый снег и увидел под метровым снегом мороз 20-30 градусов в январе месяце он увидел эту лужу вот я убедил одного человека а как всех убедить значит получается так зима я здесь эти у себя первые находки были у меня 600 передач по телевидению вы поверите не 10 не 20 не 30 600 моих 600 то есть люди каждый день включали и с повторами увидели 600 раз повторами правда мои передачи и все что я добился они не стали другими они не стали мерить рамками как я учил это самое нет они просто телефон городской железом набрал все и я поехал по садам ну с рамками я раскапывал я материл вот что я там только не увидел но самое главное это было то что я увидел это ямка она потом проваливается и везде и всюду была одна картина значит абрикос мертвый на третьем на пятом на восьмом году а груши точно так же они одинаковы по этому не сопротивлению влаги значит стою на колени некоторые еще в воде стоят представляете вот вот уже цветы абрикосы жаренья овощи уже цветы распускаются а он еще в воде стоит вы поверите ну это ладно мордой на тык но там где уже воды не было что я видел я видел такой белесые кружочки вокруг штамба кружочек 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 это значит что каждую ночь а высыхала лужа вот это делали если уж сказано сделать яму делали вот такие а потом они еще проваливались потому что трава земля такая я вижу картины ну одного на тысячу второго потом начал уже фотографии делать когда появился хороший фотоаппарат у них получалось так яркая картина перед глазами сначала лужа полная ночью она замерзла а что такое она имеет тоже как бочки которая разрывает страшно разрывает и здесь лед разрушал кору днем солнышко чуть-чуть подтаяло лужа стала такая а еще не уходит вода она все еще это ниже мерзла второй кружочек третий пятый натыкал мордой и сам наконец понял какой страшный вред принесли вот эти вот ямки и касается они первая очередь груши именно поэтому мы сейчас говорим о грушах в конце концов мой постулат звучит так если в садах умирает груши абрикосы 90 процентов это потому что у них за глубина корневая шейка или посаженную ямку именно там разгребать а не смотреть на верхушке где у бабушки зубы болят вот этот момент отразил я видите как многие из вас это все прекрасно знают но я как бы нас немного а потом когда разместим на каналах это будет совсем другое это это лекция поможет многим ну нельзя так у нас было я может быть лишнее говорю у нас был рай невероятный больше в России такого не было не было ни в одном ни и не было ни в одном ГСУ не было ни в одном академии включая Тимирязевскую потом эти самые Мечеринскую и прочее близко не было вообще это как все еще клепали запорожцы а мы начали Мерседесы это мой край потом появляется средство массовой информации всем я борюсь уже 20 лет вот и людей научили лишние ветки и правильно садить а так до этого они не знали у нас в основном горы а феномен связано с тем что вода скатывается с гор это 20 30 40 градусов вы поверите что 40 градусов если упадешь то по качеству вот это было вот и именно касается это прежде всего груш на усилие колеса деревьев и наш Сианогорский феномен на 90 процентов рухнул вот это самое страшное я еще пытаюсь поддерживать но у нас осталось полтора этих самых целях вот второй пример это все рамки это есть в кине то есть это все реально это не то что я тут это самое говорю вот то чего на самом деле не было обидно да мне обидно папе глупо это